Не буди лихо, пока оно тихо. Кое-где эту мудрость, похоже, так и не усвоили за 30 лет соседствования на своих северных рубежах с независимым азербайджанским государством. Кое-кому в регионе казалось, что с распадом СССР одна из образовавшихся на его обломках республик станет «бездомной сиротой», которого можно будет погонять, понукать и в адрес которого можно будет отпускать обидные реплики, будучи уверенными в их безответности. Там полагали, что раз в Азербайджане на все эти выпады долгие годы дипломатично молчат и старательно обходят кровоточащие исторические раны, то этой стране вовсе нечего сказать. Азербайджан действительно все эти годы соблюдал политкорректность, тщательно выбирал формулировки, слово обидного старался не произнести, даже когда уколы с юга принимали неприкрытые формы. Сдержанность Баку объяснялась отчасти еще и тем, что наша страна вступила в эпоху независимости вместе с унаследованным с советских времен тяжелым, что называется, прицепом – армяно-азербайджанским конфликтом. Еще одним наследием, все таким же печальным для азербайджанцев, но ставшим для Тегерана выигрышным лотерейным билетом, неожиданно упавшим на его голову, стало появление на северных рубежах Ирана, никогда не существовавшей прежде государственной границы с новой для этих мест страной – Арменией. В позднее Средневековье, как известно, Зангизур был частью Карабахского ханства, а до него он входил в состав целой череды тюркских империй. Никакого армянского государства здесь никогда не было. После падения Российской империи Зангизур стал частью АДР, и только после советизации Южного Кавказа большевики перекроили карты, подарив азербайджанские мегри вместе с остальной частью западного Зангизура, собранной по частям Армянской ССР. Таким образом, армяно-иранская граница по реке Араз впервые за всю историю появилась лишь с распадом СССР, что, естественно, не могло не радовать политиков в Тегеране. Почему? Это отдельный вопрос, хоть и риторический. Не было прежде на этих 46 километрах даже переправы. В годы СССР единственным пограничным переходом в Иран был мост в Джульфе. Первый за всю историю пограничный переход между Арменией и Ираном был открыт уже в постсоветское время. Стороны построили мост над рекой, провели газопровод, лэб. И всё это делалось на глазах у изгнанных из своих земель, в том числе, кстати, из мегри – азербайджанцев. В то время как Баку взял курс на политическую, экономическую и транспортную изоляцию Армении, с целью вынудить её выполнить четыре резолюции Совета безопасности ООН. Нам всегда было больно видеть, как на фоне братской солидарности, проявленной Турцией, иранские соседи набивали карманы за счёт восполнения той ниши, которая образовалась, а точнее сказать, которую создал Азербайджан, в результате введения им экономических санкций против Армении как государства-агрессора. «Нередко нам приходилось слышать нелепые упрёки в свой адрес, связанные с дружественными отношениями нашего государства с Израилем. Наши доводы о том, что далёкий Израиль, в отличие от Армении, оккупировавшей в те годы 20% нашей территории, не делает того же самого в отношении Ирана, то бишь не оккупирует такую же порцию иранской территории, и в еврейском государстве, в отличие от той же Армении, не держат свиней в мечетях, никак не пробивали бетонную стену мозгового бункера, внутри которого забаррикадировалась иранская способность рационально мыслить и отделять зёрна от плевел. Логика в этом случае отключена. Как тогда, так и сейчас. Зачастую казалось, что всё это делается нам назло, в отместку. Назло чему и в отместку, за что понять было трудно, ведь никогда Азербайджан не рассматривал Иран как недруга. Мы помним, какие проблемы порой высосанные из пальца создавал Тегеран при обсуждении правового статуса Каспия. С распадом СССР аппетиты у муллокаротического режима разыгрались, и в Тегеране решили расширить свои владения, несмотря на то, что раздел советского наследия, в том числе морских территорий, никак не должен был его касаться. Бывшие ирано-советские линии должны были оставаться неизменными, по крайней мере для Ирана. И в годы СССР наш южный сосед даже не смел предъявить Кремлю претензии на нефтегазовые залежи Союзного государства. Но неожиданный распад Советской империи придал ему смелость, которой у него не наблюдалось прежде. Не забудем мы и о претензиях Тегерана на территориальные воды Азербайджана, приведших однажды чуть ли не к военному столкновению, после того, как исследовательское судно подверглось атаке со стороны иранской военной флотилии. Тогда, как мы помним, солидарность с азербайджанским народом проявила братская Турция, чьи соколы ВВС проделали виражи в небе над Баку, направив на юг строгий месседж и настоятельный совет умерить свой пыл. Дело доходило до того, что иной раз приходилось уже ставить вопрос напрямую. Что вас гложет? В чем ваши проблемы с нами? Что недружественного мы когда-либо совершили в отношении вас? Отвечать им было нечего. Иногда огрызались, артистично изображая вспомнившиеся им выступления покойного экс-президента Абульфаза Эльчебея, озвучившего якобы некие территориальные претензии к Ирану. Но, во-первых, констатация факта проживания многомиллионного азербайджанского населения в Иране – это не территориальная претензия, а всем знакомая реальность. Во-вторых, когда просишь их дать ссылку на конкретное выступление, чтобы самому найти и изучить первоисточник, те сперва затрудняются, а потом отсылают тебя сначала к эстонской, затем к словенской, потом и вовсе испанской газетенке, и советуют прогуглить и найти. В общем, поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Гуглили, искали и ничего не находили. Естественно, никакого этого интервью никогда и не было, как нет многих газет, названия которых они брали из воздуха. Зато есть серьезные основания для подозрений, что вся эта история с пресловутыми претензиями Абульфаза Эльчебея, высказанными им якобы в отношении интервью непонятно какой газете, это обычный вымысел, фейк, преследующий цель фабрикации повода для оправдания своих враждебных действий в отношении Азербайджана. Ну и, наконец, в-третьих, а хоть бы даже и давал Эльчебей такое интервью, президентом он был всего год, и с 1993 года во главе Азербайджана стояли уже другие политики, из уст которых никогда подобное не звучало. Что же вас продолжает гложить, начиная с 1993 года? Старались мы не обострять отношения даже тогда, когда Иран, проявив неуважение и элементарно наплевав нам в душу, воспользовался оккупацией и в одностороннем порядке, без всяких хотя бы ради приличия консультаций, построил плотину на реке Арас в районе Худоферина, зацепив даже часть нашей территории. Просто решил поставить нас перед фактом, а то и вовсе рассчитывал, что эти земли больше никогда не вернутся Азербайджану. Разве друзья так поступают? Разве это не возмутительно? Никогда мы не забудем, что не будь поставленного на промышленные рельсы омерзительного бизнеса по сбыту на иранских рынках вторичных стройматериалов, окон, дверей, имущества жителей, оставленных в зоне армянской оккупации азербайджанских городов и сел, не будь устремившихся в эти районы иранских предпринимателей, а на деле стервятников, нередко, кстати, использовавших при демонтаже домов рабский труд азербайджанских военнопленных и заложников, то, возможно, грабеж и разрушения не приняли бы подобных катастрофических масштабов. Этого мы никогда не забудем. Как и не забудет никогда беженец из Физули тот день в своей жизни, когда на одном из вещевых рынков Ирана он вдруг увидел выставленную на продажу домашнюю утварь, которую он узнал по характерному признаку. Для азербайджанского народа эти «бизнесмены» останутся соучастниками этого бесчестия, мародерства, постыдного пиршества и алчного преступления. Молчали мы и продолжали соблюдать политкорректность даже в 44-дневную войну 2020 года, несмотря на многочисленные документированные свидетельства прямой военной, материальной, логистической и информационной помощи, оказываемой Ираном Армении. Мы не забыли, как передовой отряд вооруженных сил Азербайджана, продвигавшийся вдоль реки Араз, внезапно натолкнулся на иранских военных, почему-то перешедших на нашу территорию и бесцеремонно преградивших путь нашим солдатам. Что это было? Наглая провокация? Или желание помериться силами в момент, когда мысли наши были заняты другим? Разве когда-нибудь граждане Ирана видели азербайджанских пограничников, вышедших на шоссе уже на их территории и преградивших им дорогу? Хоть раз подобное случалось? А ведь в тот день нашим военным, дабы не поддаться на провокацию и избежать ненужных новых международных осложнений, пришлось проделать длинный крюк и обойтись с севера незваных гостей, вследствие чего были потеряны целые сутки, которыми враг воспользовался для отвода своих частей. Кто знает, может потеря именно этих суток стоила жизни кому-то из наших аскеров? Многое можно вспомнить, ох, как многое! И поставки топлива в Карабах, как до войны, так и после. И дешевую клоунаду с заменой на въезжающих в Лачинский район фурах иранских регистрационных номеров на армянские. И открытие армянского и иранского генконсульств. Какая уж теперь политкорректность в исторических азербайджанских гафани и тибризе. И то, как давая армянское общине разрешение на проведение 24 апреля шествий по улицам иранских городов, власти не давали разрешение на проведение памятных мероприятий по жертвам хаджалинского геноцида. И многое другое. Наступает момент, когда чаша терпения наполняется до краев. И тогда приходится начинать вести разговор открытым текстом. Выступление президента Ильхама Алиева на 9-м саммите организации тюркских государств в Самарканде ознаменовало собой переход Рубикона, когда вещи теперь приходится уже называть своими именами. Да, тюркский мир не ограничивается только странами, входящими в эту организацию. Волью истории 40 миллионов азербайджанцев проживают за пределами Азербайджанской республики, и живут они не в диаспоре, а на своей исторической родине. Но при этом они лишены права получать образование на родном языке. Почему их лишают этого права? И почему говорить об этом должно быть неудобно? Надо говорить. Давно надо было. И правильно сделал президент Алиев, что громогласно обозначил проблему. Пусть это правда кому-то среди соседей не нравится. Нам тоже много чего не нравилось, и продолжает коробить. Но отныне замалчивать проблему Азербайджан не будет. Права азербайджанцев мира должны соблюдаться, в том числе в Иране. Пусть никто не думает, что мы останемся безучастными в их судьбе. Отныне об их проблемах мы будем говорить всегда, везде и открыто. И теперь уже никакие клоунады на границе с допотопными понтонами потешной бронетехникой нас не напугают и не заставят замолчать. Предупреждали. Не буди лихо, пока оно тихо. Продолжение следует...